И снова всем привет на канале Олег Нестеров. Брест. Сегодня солнышко, морозная погода, но погода радует. И как вы из названия поняли, сегодня отличная новость. Как многие знают, что я дружу с Евгением Травниковым, канал Теория ДВС. Сейчас Женя открыл еще один канал, там у него видео не относящиеся к Теории ДВС. Но там есть еще один такой момент. Вован, брат его, там готовит плов, там всякую вкусность. И очень вкусно готовит, очень красиво все это смотрится. На голодный желудок не советую смотреть, захлебнетесь слюной. Ссылочки я дам на канал, можете посмотреть. И Женя приезжает к нам на слет. С 5 по 8 у нас будет слет, как вы знаете. И еще одна хорошая новость. 9-го, это уже будет день отъезда, да, 9-го, скорее всего, мы организуем городской праздник в парке культуры и отдыха имени 1-го мая в Бресте. Этот парк вы можете посмотреть у меня. Ладно, скажу. Можете посмотреть на канале, но не на этом. То есть будет большой праздник городской в парке 9-го. Ну, а потом все будут разъезжаться. И еще одна, как бы, не знаю, хорошая-нехорошая новость. Ну, много вопросов поступало, чтобы я сделал отдельный канал для конкурсов и, как бы, личные, да, видео. Да, я канал уже сделал. Немножко я его наполню и дам вам ссылочку. Видео с личного видеоблога я перенесу на тот канал. И все видео, которые не относятся к нашей гаражной теме, да, видеоуроков, я буду там помещать. То есть это будут видео мой блог, что-то из моей личной жизни, что-то какие-то интересные варианты встречи с интересными людьми. То есть планов уже много. Канал будет тоже насыщенно интересен. Будем посещать Кулибиных. Кстати, тут вот сосед сделал пикап из четверки. Это вообще, ну, закачаешься нормально. И много-много будет информации на канале тоже. Много будет видео из моей личной жизни. Буду там байки от дяди Олежи рассказывать интересные, как, что со мной случалось в жизни. Вообще, такие интересные моменты. Ну, думаю, вам канал будет интересен. Конкурсы я тоже на тот канал перенесу. То есть конкурсы будут там. И конкурсов будет много. Вообще планируется, вот, кто поедет на слет, да, кто будет на слете. То есть участники будут все переписаны. И среди этих участников будет 30 счастливчиков, которые поедут, скорее всего, в Турцию. Ну, дядя Олежа думает так в Египет. Нахрен это Турция, я что-то не очень хочу. Просто дядя Олежа хочется на пирамиды посмотреть. То есть с Максом я договорюсь. И Макс нам сделает 30 горящих путевочек. То есть не по спекулятивной цене, а по нормальным доступным ценам. И следующий слет мы сделаем у египетских пирамид. А вы знаете, дядя Олежа никогда не врал. Дядя Олежа если сказал, значит сделает. И вполне возможно, что среди участников конкурсов, которые участвуют в конкурсах, будет и разыгрываться бесплатная одна путевка на... Ну, в Египет, наверное, тоже. Пусть посмотрят пирамиды. Че, дядя Олежа не жадный? Максим тоже вот такой чувачела. То есть, ну, как бы это тоже... Если вы подумаете, да, с чего дядя Олежа такой добренький? Ну, это не добренький, честно, я не скрываю. Это поможет развитию канала. Это поможет развитию туристического агентства. Хотя оно и так здесь по Белоруссии самое, можно сказать, известное. Не буду пока названия говорить, да? Все знают, кто на слет поедет. Так что будет интересно, будут разыгрываться и путевки, будут и разыгрывать... То есть, и следующий слет среди наших участников, которые уже были на этом слете. Мы поедем к пирамидам Хеопса. Вот так-то. Так что вот так. Всем вот этим, кто ставит вот так дизлайки, да? Вот такой большой, блин. Два. Ладно. У нас весело. Так что подписывайтесь на канал, подписывайтесь на слет, если хотите съездить к пирамидам. Вот такие дела. Так что, Женя Травников, тебе привет, пламенный, огромный. Ждем тебя с нетерпением. Все я узнал, без проблем ты через границу проедешь. Так что вопросов нету. И у кого там тоже вопросы возникают с Украины, на машине можно ехать. Не важно, какого года машина, не важно, какие у вас права. Не важно, конечно. Права должны соответствовать категории автомобиля, на котором вы едете. Если у вас доверенность на автомобиль, тоже можно. Но заедьте к юристу, и чтобы на доверенности юристам было заверено с правом выезда в Белоруссию. Вот так вот. То есть, с Украины нету никаких препятствий. Препятствий. Права ваши внутренние, украинские, как бы, действуют. Проблем нету. Ну, вот, в принципе-то и все, что я хотел сказать. Когда откроется второй канал, я вас всех, конечно, извещу. И, в принципе, все на сегодня. Всем добра и бабла. Правильно. Собираемся на слет в чемоданы, пакуем. Продолжение следует.